Всем привет-привет! В честь весеннего праздника хочу показать вам мой вариант романтического образа. Золотистый макияж и легкая пляжная укладка. В последнее время я чаще всего создаю именно этот образ. Начнем с макияжа. Перед тем, как нанести биби-крем, я протираю лицо увлажняющим тоником, после чего наношу пальчиками биби-крем. Теперь подготавливаю свои брови к оформлению. Я их немного припудриваю, дабы избежать жирного блеска. Терпеть не могу, когда брови блестят, а у меня это происходит чаще всего, потому что на них чересчур много продуктов всегда. И немного пудры на все лицо, чтобы закрепить биби-крем. Как вы заметили, у меня не все сладко с бровями. Я их по-прежнему подкрашиваю, хоть у меня и татуаж бровей. Оформляю я брови, потому что у меня очень мало волосков на одной брови, да и на второй тоже. Но сейчас я их лечу. После долгих мучений я вывела для себя универсальную схему оформления бровей своих. Вначале я рисую волоски. Карандашик должен быть хорошо поточен, либо очень тоненький, остренький. Цвет у меня серо-коричневый. Коричневой тушью, которую я очень люблю. Она моя любимая. Купила я ее в Японии давным-давно. Она до сих пор у меня в порядке. Хочу обновить ее. Хожу вокруг да около, но пока не использую. Новую не буду покупать. Теперь коричневой тушью для бровей я закрашиваю волоски. Волоски у меня темные. И благодаря тому, что я закрашиваю коричневой тушью, они у меня становятся коричневыми. И теперь, где необходимо, добавляю карандашом еще волосинки, если там образовались пустоты. Теперь после оформления бровей пицетом делаю коррекцию. Именно после оформления я их выщипываю и подстригаю, где нужно. Мне так удобнее. И это я тоже поняла со временем. Таким образом, я ничего не выщипаю лишнего и ничего не застригу лишнего. Поэтому очень-очень удобный вариант. Именно оформленные брови немного корректировать. Теперь на все веко наношу базу по тени от Мэри Кей. Сегодня я создаю макияж при помощи палетки от Too Faced Chocolate, которая удивительно пахнет шоколадом. Основой по тени мне служит самый светлый бежевый оттенок из палетки. Теперь коричневыми тенями я прорисовываю и растушевываю складку века и нижнее веко. А подвижное веко заполняю зелено-коричневым оттенком. И посерединке пальчиком припечатываю золотыми тенями. Стрелки я рисую любимой подводкой от Kate. Японская подводка, опять же. Предыдущей подводкой я пользовалась реально полтора года, если не больше. И она до сих пор у меня не закончилась, но я решила купить себе новую, потому что я увидела, что у них обновленный дизайн. И я подумала, что может быть она другая, но она оказалась точно такой же. Просто у них немного обновился дизайн. Немного туши и накладные ресницы. Эффект кошачьих глаз, то есть они такие cat eyes. Стрелки можно обновить сверху накладных ресниц. То есть поверх, где нужно, прорисуйте стрелочки. Теперь немного бронзера от Hoola и хайлайтер. Румяна в этом макияже не использую. В последнее время оформляю губы именно таким образом. У меня коричневый карандаш водостойки от Black Up и помада коричневая от MAC. Эта помада не матовая, в ней присутствуют мелкие-мелкие блесточки. Теперь приступаем к волосам. Волосы предварительно вымыты и высушены. Я разделяю их на два ряда и наношу обязательно термозащиту, так как буду использовать плойку. Теперь я накручиваю вертикальные локоны конусной плойкой без зажима. Мне нужен легкий пляжный эффект. В принципе, вот такая прическа у меня получилась. Очень мне она нравится, ненавязчивая, так же, как и макияжик. Все такое свеженькое, красивенькое. В общем, если вам понравился макияж, если вам нравятся такие видео, то обязательно ставьте лайки и комментируйте, задавайте вопросы. Хочу поздравить вас всех с наступающим 8 марта, девушки и женщины. Люблю вас очень сильно. Желаю вам всего самого лучшего, самого прекрасного. Расцветали, цвели, были счастливыми, красивыми. В общем, всех целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok